всем привет всем здрасьте дорогие друзья с вами кисель и не просто так я снимал видосики по поводу лазеров сейчас будет лазерный фит исключительно только лазеры но с инженерами друзья и это довольно таки забавно и интересно будет посмотрим как у нас все это будет работать присесть все протестируем и проведем итоги скажу сразу у меня кончились материалы и мне пришлось так ну обменивать и летать за ними это было неприятно на подготовку к этому видео ушло довольно большое время друзья так что с вас косил лайк подписчик и колокольчик а с меня контент поехали как сделал этот фит заходим службы космопорта и с наше снаряжение естественно танк тут особо не влияет нас интересует исключительно лазеры почему конда потому что у конды много таких штучек можно поставить плюс конда но она есть практически у каждого кто в эту игру более-менее играет ну и можно кажется что-то поставить на катар на корве там две четверки у него есть но на них нужен ранг поэтому смотрим на конде что у нас тут имеется по модификации все лазеры заинженерены на эффективное орудие чтобы мой распределитель не помер можно конечно поставить на дополнительный урон это еще будет плюс но с распределителем ребята аккуратненько его хватает прям впритык но эксперименталочка последовательность фазирования далее этого в принципе хватает для 8 а распределителя питания с модификации 5 гаек быстро заряжающие распределитель питания который бустует нам перезарядку оружия перезарядку двигателей и системы если сделать фокус на оружие то будет неплохо тут . кстати сверхпроводники стоят а теперь полетели посмотрим что эта штука покажет в себя должно быть хорошо так у нас это кобра на четвертых а щитах давайте-ка смотреть мне кажется слетит она довольно быстро ну да довольно скоротечно ё-моё рафаль прости пожалуйста да и забыл сказать спасибо рафалю то что принимает участие в тестировании края там к 2 6 а щит если не ошибаюсь усилитель считаю два усилителя корпуса смотрим так значит не уничтожаем окей ну корпус потих прям почти сразу же и довольно так серьезно сам близи хорошо ну и вот корпус уже стоять что-то как-то корпус довольно быстро пошел учитывая то что у корпуса есть сопротивление к термалу интересно 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 напоминаю два усилителя корпуса усилители щита обычные не стажевские 6 а щит без инженеров давайте дальше смотреть так если все правильно понял 102 усилителя щита 945 корпуса и щиты сделаны без инженеров естественно получилось 2000 щита вот примерно что будет с вашим кораблем без инженеров если я нападу на нем с помощью такого билда ну потихонечку разбирается сейчас еще стоять это чё сейчас было это чё сейчас было почему она подорвалась я думал что-то вылез продолжаем я хочу посмотреть как будет быстро течь корпус ну в принципе так довольно охотно да и щиты сносится неплохо то есть на момент снятия счетов у нас 75 процентов так 74 процента 73 70 процентов и корпус потек прямо неистово как-то быстро что очень опять-таки странно друзья а теперь давайте посмотрим что будет если прилетит катар с инженерами причем жирненькие при жирненьких прилетит не он спасибо ему за это ну что ребята за инженерный в мясо имперский катар спасибо за это не он тут у нас 9474 щита при резистых сопротивление термическому 29 сопротивление взрывом 57 и 8 и чё там еще сопротивление кинетическому 49 и 3 и запас брони у него 2742 17 по кинетическому резисту 30 по термическому и 38 к взрывам друзья давайте посмотрим что сейчас у нас будет ну шатка вяло потихонечку можно разговаривать тем временем считал как вы видите по барабану интересно сколько это вообще времени уйдет на это чтобы такую махину загасить и что самое интересное попадаем ли мы по модулям потому что что потому что на предыдущем видео было заметно то что анаконда в пиратском сигнале получила урон по внутренним своим модулем либо на банку использовала и перегрелась либо что-то еще там было давайте что им что на этой стороне находится вот силовую допустим не слава по барабану абсолютно просто абсолютнейшим образом все равно значит так он бы просто перегрелось 20 процентов сняли это работает но естественно против игроков на такой штуке лезть ребята я вам категорически не рекомендую это больше под ленивый фарм такой на неписи что просто никуда не отлетать в плане пополнения боезапаса и такое прочее так ну давайте ка еще корветик заинженерными посмотрим у нас получается то что 4192 счета резисты близкий к 50 там 48 46 54 брони 2366 резисты там 21 1623 посмотрим что с этого будет текст иди-ка сюда дружище лучше использовать ребят танки которые и считали и с армором ну разбирается естественным подольше чем конкурент идея а нет нифига непонятно спорный момент в общем такой фит вас спасет хоть как-то но спасет ну давайте там не знаю до 90 дойдем можно 80 не понятно но щиты просаживаются так ощутимее нежели на картере внутри естественно девять тысяч счета с резистами это сильно естественно повторюсь этот билд этот фит эти пушечки у нас не для игроков а для неписи и при этом непонятно как это будет еще с неписи и когда это будет на неписи которая в пиратских сигналах седьмых или шестых она там довольно так сказать злючая очень с этим понятно вот теперь ребят уже летим за неписью ну давайте начнем с мелких кораблей посмотрим что не могут нам противопоставить да и вообще собственно что с ними блин будет когда мы просто всей аравы долбанем не забываем то что радиус полного урона лазера в 600 метров всего лишь так тихо чё-то как-то я немножечко расковолосился ну да фиксами по нему конечно попадать такое себе да ё-моё докрутись ты уже конда ну довольно быстро довольно быстро учить вы что еще боезапасные бесконечно это довольно неплохо идем дальше стервят ничек мелкий корабль как-никак давайте глядеть но вот кстати хорошо то что урон который идет по корпусу не зависит от радиуса полного урона лазера так довольно приятно тихо тихо не надо тараниться дошел что блин ну ладно ну тут корпус уже конечно же более так сказать медленно разбирается так нам бы еще найти что-либо среднее там из на питончика что-нибудь такое блин надо было конечно ставить 3 не фиксы а гимбла так было бы ну получше я считаю что чё-то как-то надолго разбирается какая-то магия ну или ставят инженеры не пизда ребята не забывайте то что не представить инженеров еще ну вот просела распределитель чутка чутка это живучая вультура очень странно ладно идем дальше аз explorer который займет кем-то другим вот он почему-то разбирается быстрее чем вультура забавно считаю это забавно ну да один одна проходка и все ну вот и все и мне давайте реально крайт мк2 питоны фантомы что нибудь средненькое но побольше ну вот не знаю пока ничего не попадается давайте глянем дропшипа и он еще у нас там с кем-то еще давайте при этом это элита ребят это же интересно ну элитный дропшип ты что-то как-то быстренько щиты свои растерял и корпус течет довольно быстро я можно сказать удивлен причем приятно удивлю только кто там еще с ним в команде не посмотрел надеюсь там будет порядок там кобра и еще кто-то давай-ка кобру ну кобру по идее должны быстро разобрать она опасная не лита ну да живет получше чем та кобра которая была на тесте потому что ребята эти застранцы с инженерами катают я сейчас про них изговорю ей это особо не помогло так и еще но еще одна кобра не вижу смысла показывать разберемся также быстро ну блин так ну только такой питом не попался это питончик он там в звене ну ладно не страшно ну смотрим ну довольно активно отъезжает а вам скажу это мастер не элита конечно как-то тот дропшип но все же вот отъезжает он от нас больше чем на 600 метров и все и рон у нас падает от кэш проблема а если поставить другую гайку могут быть проблемы с распределителем ребята ой-ой-ой-ой-ой это повторюсь импульсные лазеры не пульсирующие пульс на вас конечно же гораздо больше урон но ваш распределитель вам спасибо за это не скажет не ну в принципе учитывая аномальную живучесть питонов вообще везде в различных местах он довольно так сказать быстро отъехал ну-ка вайпер а ты чё скажешь ну вайпер понятно то же самое грубо говоря что это самая кобра поэтому я думаю показывать вам смысла нет ну вот отъезжает и отъезжает довольно быстро и успешно если еще поведет на таран то ему вообще хана ну чё ребята ставим лайк закопающий ганшип если он есть значит видос по идее должен зайти вам это как некий так сказать не амулет а как это ну как кроличья лапка только у нас в улитке это копающий ганшип ладно сейчас поищем либо ганшип обычный либо я не знаю что-нибудь уже большое наверное перейдем к на конди но как пойдет блин он реально копает но реально копает да еще и в крыле красава вот я не понимаю почему вечно фигачат конду вот как вот не выберу какую-либо на конду и и либо бьют либо когда я начинаю бить на нее почему-то все агрится в зоне добычи вот я не понимать как это работает именно вот она конда прям какой-то несчастливый корабль для npc касательно таких мест давайте попробуем найти фуловую на ней отработаем а потом полетим в пиратский сигнал 7 надеюсь найдется и кстати по поводу фита не обязательно ставить так как у меня я бы если честно даже бы переделал бы его вместо вот этих вот третьих которые у меня фиксы я поставил бы наверное лучше все таки дескать не импульсная пульсирующие лазеры а вместо первых которые внизу импульсных лазерах таким эффект эффектом я бы лучше поставил пульсирующие лазеры с эффектом как он называется отключающая сетка которая позволяет отрубать модули противника это вот подсказочка должна по идее вылезти если не забуду если руки на этот атак видос был буквально недавно можете его найти реально штука врубает модули корабля удобно опа ган шипчик давайте-ка на нем затестируем так понятно вот для этого я фиксы собственно не брал хотя можно утаку почувствовать о ёшчет о у как пошло хорошо как по маслу да не офитет фитецкий ребят конечно мне нравится прям хороший как бы нам так стрелять что попадать нормально наверное на пиратский сигнал полетим так быстро на пиратский сигнал полетим не не знаю с этими лазерами первыми либо поставлено отключающуюся включающуюся сетку чтобы было прям ну хорошо блин анаконда нет и нету можете проверить по времени которая в правом верхнем углу не попадается вообще вот есть фердиланс ну фердиланс неписный он конечно он не такой жирный каким может быть но все же из-за его маневренности с ним могут быть довольно серьезные проблемы учитывая то что я на анаконде на который еще армора там 48 тысяч из трезистора ну-ка будет больше понятно когда он подойдет поближе на расстоянии меньше 600 метров а так да мы его разбираем это опасный это не или то вы все же у нас на 4 орудия стояла что религер от меня видеть там какой-то у него друг подсос да еще с другими камерами не фердиланс тоже разбирается без каких-либо проблем будет интересно что вообще будет у нас на пиратском сигнале потому что там прям вот самая вообще серьезная и сильная непись которая вообще может быть за исключением торговлю ну и за исключением пиратских капитанов ой 1 капитанов в зонах конфликта ладно давайте искать инаконды и все такое прочее и уже выбираться в наконец-таки в сигналы я уже устал отлетать я очень долго ждал конду у меня сейчас уже почти 12 ночи и что-то как-то вообще производство этого видоса затянулась поэтому ребята извините без конда зоны добычи зато будет конда в пиратском сигнале седьмом и я вот не знаю начать стоит с нее или же другие корабли попытаться поковыряйте все-таки с кобры ой сколько санакон сделаем анаконду посмотрим чувак она вообще может противопоставить а потом уже если это будет необходимо я просто еще не уверен нужно ли разбираться со средними кораблями так ну что ж конточка иди к сюда моя хорошая ну четко как тяжко ребята блин вообще как вот попадать не ладно короче мне делать так пока работают штука будем стрелять третьими фиксами не корпус течет ой там так красиво звезды сейчас было видно можете перемотать пару секунд назад и звезды рядышком стояли что-то я забыл то что на корабль встал нормально нормально бывает ох 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 подруга-то моя ребят не забывайте еще такой момент когда вы ставите себе на корабль реактивку вроде реактивка называется у нее такая штука то что не отрицательный минус 40 вроде по термалу это я сейчас говорю про корпуса это может очень плохо сказаться если вы полетите в такое место и не такой штука потому что здесь такие штуки частиники используют вот так зараза какая ладно я фиксами постреляю как не пистит фольга чтобы знал нет 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 не хочу таран все же лазерный фит подразумевает не только вот эту штуку с последовательностью фазирования но еще и чтобы модули противника отъезжали это очень полезно но это не работает пока мы не снимем щиты так уйди мешаешься ну опять что-то взорвалось у нее но что банка там перегрела не корпус идет так добротно отваливается но вот то что она использует конечно эти свои как они называются просто фольгу чав лаучер это ну прям мешает прям определенно мешает так не бьемся в нее пытаемся залить эту тупо с помощью лазеров так это была рельса какая-то интересная разбирается если вы хотите друзьям так сказать пойти в зону конфликта рекомендую брать такие фиты у вас не будет кончаться боезапас да хотя и плазма тоже хорошо себя показывает но плазма и рельсы по поводу бесконечного боезапаса с ним забуду подсказочку тоже поставлю она тратит топлива а тут мы тратим просто грубо говоря наш реактор да что ж такое то сколько там у тебя их а там по 10 фольг что-то мы ей подвынесли нет разбирается в соло нормально как раз такими двухпоточка она быстро потом заряденится но относительно быстро заряденится ну все готов готов парень ох ну не то чтобы прям быстро после того бы использовать гимбл а те же самые плазмы которые работают от топлива те же самые рельсы которые работают от топлива не фикс и ими тяжело попадать на больших кораблях так что довольно интересная штукенция получается в итоге давайте дабы вы почувствовали разницу мы сделаем то же самое с вультура потому что вультура которая была в зоне добычи но не такая так сказать покладистой как тут тут это просто кромешный капец о щилд бридж атак слышали походу у нее как раз таки эти самые лазеры я слышу рельсы у нее что рельсы что 2 вот по нам стреляют точно тем же самому чем мы стреляем по ней и интересно 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 как что живучи зараза и сюда конечно вот неплохо было бы соистребители поставить на лазер еще было бы прям лазерно 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 хорош хорош но как видите это довольно долго блин лучше ты себя резисты резисты напихал чем вот это вот свою чаф лаунчер честное слово раздражаешь работать то работает но блин мало урона маловато маловато естественно по корпус если вас были бы многостволки усиленные было бы поинтереснее чем вот это вот но вы все вы можете выживать а если возьмете все катар там не знаю щитах либо корви ускоритом это будет вообще интересно его можно и щиты ему сделать и брони накидать и так далее ладно короче давайте подводить итоги давайте вернемся к тому о чем говорил в начале ну нет в среде середине видео этот фит на лазерах он ну его можно конечно же улучшить повторюсь вместо этих третьих фиксов импульсников поставить пульсирующие лазеры с таким же эффектом вместо двух внизу которые 2 единицы поставить так сказать тоже пульсы и поставить отключающуюся сетку точнее отключающую сетку чтобы отключать модули противника после того как вы попадаете ему по корпусу сбивая щит и будет в принципе хорошо и распределитель будет хватать и реально будет неплохо корабли которые могут такое использовать ребят ну конда но опять-таки большая тройка на той 50 ну не знаю если в турельном варианте туда в турельном варианте на нем можно но не в гимблах или фиксах тем более крайт может это делать у него пять точек две тро они три тройки две двойки можно далее ганши там тоже в принципе можно особо много счета то не раздуть там можно раздуть много корпуса и от этого отыгрывать так что штука рабочая довольно таки так с каким баланс на и потому что вы допустим сколько длится замес между инженерин авокатера и инженерин авокатера довольно долго очень большое количество что которое нужно снести и там торпеда не помогут потому что скорость 250 плюс и все остальное если поставить и такое вооружение то каттер может ну так сказать расстроиться довольно серьезно по тестам вы видели что с ним происходило 20 процентов его армора мы довольно таки так быстро сняли друзья конечно это все лирика такое никто собирать не будет против игроков но все же эта штука имеет право на жизнь она немножко и баланс на также как и допустим пучки с теплоотдачи потому что это просто кардинально меняет правила игры в данный как это ни странно игре друзья а у меня на этом все всем спасибо что смотрели ставьте лайки подписывайтесь на канал жмахайте колокольчик в описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно light dangerous это уже триста двадцать шестое болен видео и ребят я очень много контента для вас отснял и наверное больше его часть либо чуть меньше половина структурировал в описании вы еще найдете 21 плейлист обзоры всех кораблей топ и кораблей обзоры вооружения обзоры всех различных модулей ребята все там есть в описании поэтому смотрите тем более сейчас еще выходит альфа если вы только влились в эту игру и нашли это видео ребята обязательно чекните много чего интересного и полезного там вы можете найти также есть некоторые видосы которые валяются там скопом переходит с видео на видео в описании там про пыни про путь развития персонажа ну командира и так далее плюс есть ссылочки на социальные сети такие как instagram группа вк дискорд сервер и телеграм-канал также у меня имеется своя эскадриль и если вы хотите в нее вступить ребят к сожалению только через дискорд то есть сначала зайдите в дискорд и посмотрите вам дастся роль там общие чаты и чаты для эскадриль и там все это отдельно скрыто если вы высказали только тогда вы это сможете ребята увидеть в общем чекайте а на этом давайте прощаться с вами был кисель всем до встречи и пока пока